здравствуйте мои дорогие христос посреди нас в иерусалиме наступил вечер я могу немножко отдохнуть от трудов праведных и почитать вместе с вами евангелие чему я очень очень рада итак мы с вами читаем евангелие от луки читаем мы с вами пятую главу зачало 18 напоминаю всем кто впервые вместе с нами читать евангелие что поскольку я принадлежу к православной церкви у нас принято читать евангелие на церковно-славянском языке и для того чтобы слушатели наши этот язык лучше осваивали и могли потом больше участвовать в богослужениях церковных мы читаем постер по церковно-славянски если вам этот язык по какой-то причине неизвестен или труден вы можете остановить видео взять в руки русский перевод синодальный или какой-то другой евангелие и следить за нами мы начинаем со стиха номер 12 в церковно-славянском евангелии это зачало 18 глава 5 и быстик доби иисус воедином от городов и семь муж исполн прокажение и видев иисуса под ниц молясь ему глаголя господи аще хочешь и можешь имя очистите и простир руку косну его рек хочу очиститься и обе проказа от иди от него это и заповеда ему никому же поведать и но шет покажись и и реви и принеси очищение твоем як уже повели моисей во свидетельство им прохождаши же паче слова о нем и исхождахуся народе мнозий слышите и целитесь от него от недуг своих той же бе отходя в пустыню и моляся здесь мы с вами читаем удивительную историю об исцелении прокаженного как всегда прежде чем мы поговорим более подробно о самой сути этого события мы скажем несколько слов о географии потому что нам с вами всегда интересно где же именно произошло это евангельское событие описано исцеление прокаженного именно этого прокаженного также у апостола матфея и у марка и вот другие евангелисты уточняют момент что господь прежде исцеления прокаженного проповедовал на горе и когда он спустился с горы он шел в капернаум по дороге остановился в некотором городе до сих пор мы не знаем точно в каком да нет никаких намеков указаний и исцелил вот этого прокаженного получается что гора на которой проповедовал христос находилась где-то неподалеку от капернаума и такая гора есть конечно это место скорее паломническая традиция но тем не менее очень велика вероятность что на этой горе не один раз проповедовал наш спаситель называется она гора блаженств и все кто бывали у нас паломнических поездках на святой земле разумеется эту гору видели и возможно даже посещали это один из холмов галилеи а галилея вообще вся холмистая мы с вами об этом уже как-то раз говорили один из холмов находящийся прямо буквально в наверное 200 метрах 300 метрах от галилейского моря он очень живописно так выступает прямо с него открывается роскошный совершенно вид на галилейское море этот холм тоже можно сказать немножко выше чем все остальные поэтому еще в четвертом веке он был отмечен древними бизантийскими христианами паломниками как холму на котором проповедовал спаситель конечно господь проповедовал на разных холмах то не только на этом но тем не менее у подножия этого холма был построен еще в четвертом веке небольшой храм который описывается у паломницы и герии которая посещала святую землю в четвертом веке сегодня на вершине горы блаженств стоит часовня которую видно издалека она относится к католическому монастырю и сама эта часовня построена была уже в наше время в 30-е годы на пожертвование итальянского фашиста муссолини но подробности об этом монастыре сейчас нам не совсем к делу поэтому мы перейдем к самому евангельскому рассказу и так если мы складываем повествование об исцелении прокаженного от разных евангелистов мы получаем картину что прокаженный ожидал христа у подножия горы он не поднялся на гору и не помешал проповеди об этом особо трогательно повествует нам святитель иоанн златоуст толкуя это место дело все в том что проказа в то время была очень страшной болезнью хотя современные ученые говорят нам что не такой уж заразной она была но очень плохо излечимой то есть чаще всего не могли справиться с нею а и конечно же поскольку случались все-таки случаи и заражения то люди испытывали такой действительно страх перед прокаженными и если бы этот несчастный поднялся на холм где проповедовал спаситель то все слушатели просто в страхе бы разбежались ну или по крайней мере порядочная их часть соответственно он понимал что его появление вызовет такую реакцию и он не поднимается на холм он смиренно ожидает когда учитель сойдет вниз и тогда только он обращается к нему и опять в просьбе его тоже мы слышим крайнее смирение он не говорит христу исцели меня он не говорит я знаю что ты пророк попроси бога чтобы он меня исцелил он говорит если ты хочешь можешь меня очистить во первых он признает христа богом и спасителем потому что только бог может исцелить от проказы больше никто ни один не врач никто да не может здесь помочь а во вторых он отдает все в его руки он доверяет вопрос христу говоря если ты хочешь исцели пусть будет как хочешь ты ты лучше знаешь что мне полезно это совершенно удивительно и господь наш отвечая прокаженному тоже говорит в его так сказать дослоге и говорит хочу очистись показывая нам этим что желание господа спасителя это всяческое для нас здравие благоденствие счастье и в этой жизни и в будущей и если с нами этого не происходит то исключительно по нашим грехам и больше ни по каким другим причинам интересный момент что христос исцеляет прокаженного прикосновением своей руки ведь мог бы исцелить его и словом вспомните вот например пророк елисей когда исцелил наимана тоже от проказа кстати он даже не вышел к нему из дома и даже не посмотрел на него он просто послал его омыться в реке иордан и наиман был исцелен почему господь также не исцеляет словом а именно касается прокаженного дело все в том что в ветхом завете человек прикоснувшийся к прокаженному считался нечистым и господь наш иисус христос этим своим жестом показывает во-первых любовь крайнюю любовь к несчастному а во-вторых показывает что и он сам и его учение выше закона что она не подлежит уже условностям закона ветхого по ветхому же закону а если человек оказался поражен какими бы то ни было язвами или лишаями он должен был немедленно отправиться к священнику в храм и священник должен был а внимательно осмотреть несчастного и по внешнему виду этих язв он мог определить проказы это или нет об этом очень подробно рассказывается и в книге левит и в книге чисел и во второзаконе есть тоже много установлений по поводу прокаженного и дальше если священник определял что это не проказа он оставлял человека в храме на неделю и неделю несчастный должен был молиться и просить у бога прощения в тех или иных грехах и если через неделю состояние его начинало улучшаться то священник объявлял его чистым в храме даже был специальный предел то есть двор да по-другому сказать был двор для прокаженных то есть там где они находились во время богослужений это имеется ввиду те прокаженные которые были уже в процессе выздоровления если же раны усугублялись и становились хуже это означало что кара божия продолжает действовать нас с этим над этим человеком и он изгонялся из общества и в общем-то часто был обречен на страшную совершенно гибель поэтому то милосердие которое господь оказал этому прокаженному ни с чем нельзя наверное сравнить он цвет на дал ему вторую жизнь фактически господь велит прокаженному идти показаться священнику то есть чтобы священник увидел что язвы его очистились и что он здоров и чтобы он принес очищение своем как повелел моисей жертву за очищение от проказы полагалось очень интересное жертвоприношение приносились две птицы у одной из них перерезалась горло и кровь ее сливалась в сосуд вторую птицу брали окунали оба ее крыла в эту кровь и отпускали ее на свободу святые отцы говорят нам что это образ двух природ господа иисуса христа вот как пишет об этом нам святитель феофилакт болгарский сим изображалась что имелось сбыться на христе два крыла суть две природы христа божеская и человеческая из коих одна была заклана то есть человеческая а другая осталась живой ибо природа божественная прибыла бесстрастной помазавшись кровью природы пострадавшей и страдания восприняв на себя кровь господа принял новый длинный сосуд то есть новый народ из язычников способный к принятию нового завета вот такое удивительное совершенно до понимание этого момента вот этого жертвоприношения который упоминается здесь вот такое удивительное да вот глубокое правильное наше православное понимание и страданий спасителя господа христа на кресте и того что в ветхом завете есть очень много прообразов событий будущих событий которые раскрылись только завете новом и вот дальше мы читаем с вами о том как господь наш иисус христос уходит от тех толп людей которые приходили к нему исцеляться уходит в пустыню помолиться здесь имеется ввиду конечно не иудейская пустыня которая находится возле иерусалима не какая-либо другая здесь имеется ввиду пустое место то есть природа до вдали от города действительно в галилее есть очень много живописных холмов есть арбельские горы они находятся тоже недалеко от на заре то где есть пещеры где христос мог уединяться для молитвы и господь наш часто искал тишины и молился и вот особенно апостол лука очень много раз своем евангелии нам об этом говорит этот момент подчеркивает пользуясь тем что сейчас все меня видят и слышат я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех кто уже зашел на сайт нашего клуба видео путешествие топос и посмотрел экскурсии и оставил свои отзывы комментарии это нам безумно важно и я очень прошу вас всех вот сейчас на экранах вы видите ссылочку на наш сайт также ссылка рабочая есть просто в описаниях этого видео перешлите ее пожалуйста вашим знакомым друзьям распространяйте наш сайт потому что наши авторы очень надеются на этот проект для них это возможность вернуться к профессии с курсом экскурсовода то есть продолжить заниматься любимым делом это очень важно думаю это каждый понимает объяснять долго не нужно так что поддерживайте наш проект еще раз очень за это вас благодарю и надеюсь на скорую встречу здесь на страницах моего видеоблога всего самого доброго храни вас господь